Публичная часть отчета об угрозах Литвы только вершина айсберга утверждает в департаменте госбезопасности. Основная часть здесь и кречина, и огласки не подрежит. Однако даже разглашенная информация привела к крупному скандалу. Среди упомянутых в отчете фамилий, общественные деятели, политики, действующий депутат парламента и даже подписанты акта о независимости. По версии спецслужб, они умышленно или неумышленно служат интересам России. В первую очередь, когда активно выступают с критикой Литвы в российских СМИ. Мы, конечно, уважаем вклад подписантов акта о независимости в восстановление государства, но в последнее время факты говорят сами за себя. Давайте посмотрим, какие были заявления. Давайте посмотрим на участие в российских СМИ. Давайте посмотрим, как Россия эти заявления интерпретирует. Я еще раз повторюсь, мы оцениваем подписантов акта не с правовой точки зрения, а с точки зрения угроз. И мы считаем, что их определенные высказывания несут угрозу. По иронии судьбы, упомянутый в отчете один из отцов литовской независимости Зигма Суэйшвилла, сам в прошлом был директором ДГБ. Все обвинения политик отрицает и не исключает возможности подать иск в суд на главную спецслужбу страны. Опубликованная в этом отчете Департамента государственной безопасности и 2-го Департамента оперативных служб информация, грубо нарушает мои права и права иных лиц выражать свое мнение и критиковать власти за ее действия. Конкретных доказательств теперь требует и упомянутый в документе депутат ритовского парламента Аудрюс Накас, который считает, что весь доклад, во-первых, создан на волне антироссийских настроений для обоснования собственного существования ДГБ Ритвы, а во-вторых, раз публично критиковать власти уже нельзя, то следует создать точный свод правил, что говорить можно, а что нет, как в советское время. Думаю, это единственный случай, когда фамилия политика и члена Сейма появляется в таком отчете. Даже не представляю, как было бы в других странах, если бы, например, член Конгресса США или депутат Госдумы России подозревался в работе против своего государства. На самом деле это нужно оценивать никак иначе, как провокацию, и в данной ситуации спецслужбам нужно будет представить не только абстрактные фразы, но и конкретные доказательства. Сам отчет почти весь посвящен России. Угроза международного терроризма названа маловероятной. Помимо информационной войны Россия активно вербует граждан, внедряет в госорганы своих осведомитерей треть российского ДИП-корпуса, кадровые разведчики. И даже вот эти антенны на крыше здания посольства России в Вирнюсе – шпионская техника, говорится в документе. Россия и дальше остается основной угрозой для безопасности страны. Геополитическая ситуация во всем регионе, несмотря на сложности в российской экономике, остается без изменений и напряженной. Российские имперские амбиции, желание доминировать во всем мире, демонстрация силы остаются главными нашими угрозами. Кроме прочего, утверждают авторы документа, Россия шантажом и подкупом вербует граждан Ритвы в самой России и в других странах, разжигает недовольство Ритвой среди нацменьшинств, не исключена даже попытка внедрить под видом новобранцев завербованных ритовцев в армию страны. Денис Тарасенко, Настоящее время, Вильнюс, Ритва.